Всем привет, друзья! С вами канал Сергей Леся. Сейчас раннее-раннее утро, и я решил в этом выпуске начать свой мотосезон. А для этого надо будет расконсервировать наш мотоцикл. Как вы знаете, его зовут Красный, мы его так назвали, потому что он настоящий член нашей команды. Мы с ним проехали 25 стран и 36 тысяч километров. Так что это очень надежный друг. Он больше года хранился вот в этом гараже, который находится сзади. Сейчас я его достану и попытаюсь завести. Если все получится, то даже мы с вами куда-то проедемся. Ну что же, если вам интересна такая тема, то оставайтесь с нами. Поехали! Ну что же, вытащил красного на свет божий, как говорится. Ой, сейчас куча задач, не знаю, заведется он или нет. Сейчас его распакуем, посмотрим, что с ним. Я знаю, что последние проблемы, что были, это он плохо заводился на горячую. Также у него уже умер аккумулятор. Во-первых, потому что не было дозарядки постоянно. У нас было очень техники много. Везде во всех странах надо было ездить со включенным ближним светом. Ну и проблема с заводной ножкой. Так что вот эти три проблемы как минимум придется решить. Ну и так как он год стоял, то тоже, наверное, будут проблемы с тем, чтобы он завелся. А, кстати, меня сейчас по ногам трогает наш песик. И знакомлю вас с нашим песиком. Вот он. Привет, привет, Краславчик. Привет, он будет мне помогать. Так что знакомьтесь, наш песик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, друзья, мотоцикл возвращается к жизни. Так, сейчас, я знаю, здесь был аккумулятор, конечно же, разряженный и очень уже испорченный. Смотрим. Так, напряжения нет. Все посадилось. Интересно, есть ли здесь бензин, я даже не знаю. Надеюсь, хоть что-то здесь есть. Да, бензин есть, но это уже хорошо. Ну что же, будем, значит, его оживлять и начнем с того, что поменяем аккумулятор. Так, друзья, переставил я, поменял аккумулятор. Сейчас его с зажимчиком я поджимаю. Собственно, все на месте. Можно пробовать сейчас, все ли у нас работает. Первое включение есть. И запускается у нас бортовой компьютер. Показывает, что у нас здесь чуть меньше, чем пол бака бензина. Пробег у нас 36 тысяч 40 километров. Ну, понимаю, что сейчас у нас не получится его так просто завести. Здесь проблемы с заводной ножкой. Но попробуем его подкачать колесо и потолкать. Может, он с толкача заведется. А потом поедем покупать новую заводную ножку. Так, вроде бы крышка встала. Сейчас закручиваем на вот такой вот пол. Сейчас, друзья, давайте посмотрим, что у нас в багажнике. Очень интересно, что там у нас осталось с путешествия. Пес наблюдает и смотрит, что мы здесь делаем. Да, табаки? Так, я уже забыл, с какой стороны здесь вот у нас ключ. И открываем. А у нас здесь такой вот ключ. Он нас спас. Ну, видите, немножечко ключей есть разных. На самые первые случаи некоторые мы здесь купили в путешествии. Некоторые везли с Украины. Вот запускный коммутатор. Так что разненькие ключики у нас имеются. Вот такие упражнения. Первый день путешествия я делал, наверное, раз в 10. Потому что первый день путешествия у нас очень сильно часто пробивалось колесо. И в Мелитополе мы купили запаску, которую провезли все путешествия. До сих пор я ее не поменял. Но уже очень скоро я буду ее менять. Заведу мотоцикл. Даже не знаю, возможно, даже сегодня мы ее поменяем, посмотрим, как пойдет дело. Сейчас попробую его, не заводя, чуть-чуть протолкать, чтобы масло прошло по двигателю. А потом включу зажигание и попробую его все-таки завести. Так что посмотрим, что с этого получится. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ух, первый круг сделали. Не заводится. Так, друзья, сейчас попробуем. Попробуем чуть-чуть погонял его. Нажать на кнопку стартера. Заведется или нет. Сейчас узнаем. Так, у нас нейтральный. Вот так включена стартер. Поехали. Что-то даже, никакой реакции нет. Где-то контакт. Что-то с контактом. Надо нажимать сцепление. Тогда оно может завестись. Так, друзья, не хочет заводиться. Будем смотреть искру и менять свечу, если что. Масло я менял давно, но менял. Масло у нас светлое. И по уровню все прекрасно. Маслу вопросов никаких нет. Ну, что же, стоял он почти год. Больше года даже. Не заводили мы его. Ну, посмотрим, что здесь у нас со свечой. И вообще, есть ли у нас искра. Так, друзья, выкрутил свечу. Свеча сухая. У меня сразу вопрос. Может, я топливный краник забыл открыть? Сейчас посмотрим. Поэтому у нас и не заводится. Что у нас здесь. Да нет, топливный краник открыт. И с ним все нормально. Здесь у него только два положения. Возможно, с карбюратором не проходит карбюратор бензин. Сейчас с карбюратором попробуем. Что с карбюратором. Карбюратор бензин есть. Ну, смотрим пока что дальше. Пока что не знаю, почему не заводится. Так, друзья, поменял свечку. Налил чуть-чуть в цилиндр бензина. Пробуем сейчас еще раз завести, что получится. Продолжение следует... Так, ребята, только что проверил искру. Искра есть, но не заводится. Значит, остается топливо. Ну, пробуем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, есть такая мысль, что здесь что-то с карбюратором. Будем его чистить. Вот забита такая штука оказалась. Забыл, как называется, извиняюсь, сразу. Здесь не продувается. Сейчас надо будет как-то ее прочистить. А, блин, друзья, дождь начинается. Мы наши ремонты быстренько срочно все складываем и переносим на то время, когда не будет дождя. Так что, у нас тут такая погода. То солнце, то дождь. Укрываю мотоцикл чехлом и ждем до лучших времен. Короче, ребята, почистил карбюратор и все хорошо. Все заводится. Сейчас вам покажу. И дождь был, и все было. И мы сейчас даже попробуем сделать тестовый проезд вместе с Настей. Если все получится. Но он у нас грязный чуть-чуть. Я вот отмываю. Сейчас попробуем проехаться. Короче, вся проблема была в том, что в карбюраторы были забиты вот эти, забыл, как называются, штуки холостого хода и обычного хода. О! Отлично! Наш конь снова в строю. И сейчас маленький тестовый проезд. Короче, пробег в нем 36 тысяч 40 километров. Вот. Ну что, сейчас едем с Настей тестировать мотоцикл. Надо чуть-чуть подзарядить аккумуляторы, чтобы все оно тут проработало. Так что, увидите, куда мы поедем. Так, друзья, завелся без проблем. И поехали на первые покатушки. Я вам даже немножко расскажу о нашем селе, где мы живем. Итак, вот выезжаем со двора. Я вам сейчас покажу очень интересное место возле речки, где можно сделать гриль, собраться большой компанией. И вот прекрасный рассвет. Мы на берегу реки Качава. Здесь прекрасное место, где можно собрать большую компанию, устроить пикник. И здесь хорошая природа. Поют птицы, течет река. Маленький водопад даже есть. И как вы видите, мотоцикл показал себя очень хорошо. То есть, он после ночи завелся прекрасно. Никаких нареканий вообще в его сторону нет. Работает как новенький. И как итог. Я почистил карбюратор. Там были забиты, забит жеклер холостого хода. Прочистил полностью карбюратор. И еще в одном месте, там где карбюратор крепится к блоку цилиндров, то есть головке, я увидел, что протерлась такая резиновая прокладка немножко. И возможно туда поступал воздух. Я это все залил герметиком, так как я не смог найти новую прокладочку, такое резиновое кольцо. И, собственно, на этом все ремонты закончились. Свечу я тоже не смог здесь найти подходящую, поэтому я использовал старую свечу. У меня запасная была, мы не так давно покупали. И ножку я пока что не менял, колесо не менял. Так что, вот такие вот пироги, как говорят. Сейчас мотоцикл на ходу. Мы сделали грин карту и можем уже на нем ездить. Так что, друзья, если вам интересна туристическая тема, обязательно пишите мне, пишите нам с Лесей. Потому что именно от ваших отзывов, от ваших комментариев зависит то, будем ли мы больше делать видео на туристическую тему. А нам это очень-очень хочется, потому что в душе мы туристы. И Польша это как побочный эффект, как говорится. Друзья, до скорых встреч. Спасибо за просмотр видео. Большой лайк всем, кто досмотрел до конца, до этого момента. Вы самые настоящие, самые лучшие. И скоро мы даже сделаем маленький розыгрыш на нашем канале, для наших подписчиков. А что это будет небольшим секретом? Чуть-чуть, подождите. Друзья, пишите, что вы думаете о мотоцикле, что вы думаете о путешествиях, как вам то, что карантин наконец-то закончился. И вообще, как у вас настроение, какие планы на лето. А с вами, как всегда, вашей Сергей Леся. До скорых встреч. Пока-пока.